Всем привет, с вами Станислав Орехов. Сегодня я расскажу о типах программы обучения, которые можно встретить на рынке. Это очень важно знать, потому что очень важно, конечно же, любому образованному человеку образовываться в дальнейшем, получать обучение. Это очень классно, но, к сожалению, не все тренинги, не все курсы одинаково полезны. Есть эмоциональные, есть системные тренинги, есть долгосрочные программы, есть очень короткие для какого-то результата. Вот как во всем этом разобраться, сегодня мы с вами поговорим. Правильный выбор обучения – это залог вашего успеха и залог того, что вы лично не потеряете время зря и добьетесь того результата, за которым вы пришли. Давайте поговорим и поймем, какие бывают курсы на стандартном примере, который понятен всем. Возьмем обычный гамбургер. Гамбургер можно купить в дешевой забегаловке, а можно взять в другом ресторане. И там, и там это будет булка, какие-то ингредиенты и мясо, но эффект будет совершенно разный. Если в фастфуде это ноль витаминов и просто быстро забить желудок, то в другом ресторане вы и платите дорого, но и получаете качественно. Там будет отборное мясо, отборные продукты, в общем, все будет хорошо, сервисы обслуживания. Курсы, тренинги, мастер-классы, на которые вы пойдете, тоже можно разделить всегда на составляющие. Я хочу рассказать вам, какие составляющие есть, потому что я достаточно давно занимаюсь этой темой. Я сам дизайнер, у меня студия дизайна, и кроме этого еще я занимаюсь обучением, рассказываю о том, как самому стать дизайнером, либо построить системную студию. Я проходил достаточно большое количество курсов, тренингов, мастер-классов, и могу рассказать сейчас вам о том, в чем же отличие. Так как я достаточно системный человек, то разбил все курсы на 5 основных составляющих. Сейчас расскажу о плюсах и минусах каждого тренинга. Нельзя сказать, что что-то одно явно плохо, а что-то хорошо. Каждому категорию клиентов подходит свой курс, и если они существуют, значит, они кому-то нужны. Но вы сами должны осознанно делать выбор, на какой вы идете, и понимать, в чем плюсы и минусы лично для вас этого формата. Начнем. Первый – это эмоциональные тренинги, курсы, которые рассчитаны на то, чтобы накачать вас эмоциями и заставить действовать. Эти курсы рассчитаны на большое количество аудиторий, стоят они, как правило, не так дорого, и нацелены только на одну вещь. Они не дают вам каких-то конкретных суперволшебных методик, они не дают вам, в принципе, вообще никаких методик, они заставляют вас слезть с дивана и начать действовать. И теория такая, что какое-то количество из тех людей, которые удастся замотивировать данными мастер-классами, курсами, которые эмоционально накачаются, у них будет какой-то результат. Как правило, этих людей вывешивают на флаг и говорят, что вот у этих людей есть результат благодаря нашему тренингу. Но это немножко не так, как вы сами понимаете, это идет просто немножко подмена понятий, но на самом деле это никому не интересно, и на флаге, в отзывах это очень хорошо продается. Я не говорю, что эти тренинги плохие, эти тренинги замечательные, если вам нужен пинок какой-то, если вам нужна внешняя какая-то подпитка, которая позволит вам мотивироваться и действовать. Такие встряски иногда делать очень полезно, поэтому если вы чувствуете себя лучше, то отлично. Но не идите на эти тренинги и курсы эмоциональные только для того, чтобы получить какие-то знания. Вы очень сильно разочаруетесь. Туда можно идти для того, чтобы посмотреть, как продавать, туда можно идти для того, чтобы зарядиться, для нетворкинга, возможно. Ну, в общем, для какой-то движухи, которая в дальнейшем натолкнет вас на какие-то мысли. Это, в принципе, могут быть даже полезные тренинги, ну то есть я, если даже на такие попадаю, я всегда стараюсь вытащить себе какую-то пользу. Понятно, что ничего практического и полезного я из них не получу, но я точно могу посмотреть на какие-то другие области, пообщаться с людьми, посмотреть, как мне, как нам, как всем остальным продают и как, самое главное, реагирует аудитория. То есть на такие эмоциональные тренинги системному человеку стоит идти именно за этим. В принципе, если тренинг хороший, то на этом тренинге вы получите много эмоций, каких-то фишек. Через эмоции ваш мозг может получить какие-то специальные выводы, которых у вас не было. Поэтому в целом, да, эмоциональные тренинги достаточно полезны, но не ждите от них какого-то волшебства. Если оно придет, оно придет случайно. Примеры таких тренингов это поверь в себя, ты можешь, у тебя все получится, вот давай с нами, и сегодня было плохо, завтра будет хорошо. У нас есть волшебная методика, вот все об этом. Поэтому смотрите сами, нужно ли идти вам на эмоциональные тренинги или не нужно. Если вы идете за знаниями, то точно не нужно за какими-то методиками. Если вы идете посмотреть, вдохновиться, впечатлиться, получить какие-то новые знакомства, то вполне может быть обоснованное вложение времени и денег. Второй тип курсов и тренингов, которые бывают, это тренинги истории. Как правило, они продаются как вот вы узнаете все о профессии. Здесь есть два варианта. Либо собирается аудитория на какого-то конкретного лектора, приходит звезда. Чаще всего это знаменитый какой-то специалист, профессионал, который добился результата. Каким-то образом, не обязательно системы, просто у нее хороший результат. Талантливый человек. И этот талантливый человек рассказывает о своем пути успеха, о своих проектах, о том, что он делает, как он работает с командой, о его философии. Вот вы смотрите, слушаете, проникаетесь, вы пытаетесь понять, как мыслит человек. Вы сидите, слушаете, но в чем плюсы? В том, что вы видите конкретные примеры, вы можете смоделировать, вы можете посмотреть. Минус заключается в том, что знания чаще всего не системные. Хотя организаторы могут говорить о том, что вот вы узнаете все, но на самом деле нет. Очень часто человек, который добился успеха, он не может, гениальный какой-то или знаменитый человек, он не может объяснить по полочкам, как он этого добился. Если с ним не работает методолог специальный, и это не превращается в долгие долгосрочные программы, о которых мы поговорим чуть позже. Поэтому внимательно относитесь к таким лекциям. На них ходить безумно интересно, безумно полезно, но не ждите от них чего-то выдающегося. Да, вы услышите историю успеха, вы отлично проведете время, пообщаетесь с коллегами, затронете какие-то смежные темы, то есть все будет хорошо, но эффекта в принципе никакого не будет. Вы узнаете еще одну интересную историю жизни, типа как посмотрите фильм. Возможно, это натолкнет на какие-то идеи в дальнейшем, ну как и любая деятельность, и что угодно, что вы делаете, в любом случае наталкивает нас на какие-то идеи. Просто не ожидайте от тренинга лекции или от курса лекции каких-то чрезмерных специальных изменений. Второй вариант этого же курса, когда собирается не один специалист, а есть какая-то тема, и по этой теме собираются несколько экспертов. У них есть у каждого своя история успеха в какой-то своей теме, и они с удовольствием делятся с вами этой историей успеха. И вы, по идее, можете соединить, либо посмотреть, как они работают, выбрать какой-то свой метод, поспрашивать, пообщаться. То есть здесь плюс в диалоге. Вы можете сфотографироваться со звездой, вы можете лично какие-то вопросы задать. То есть увлекательно провести время. В принципе, насильно на жизнь вашу никак это не повлияет, но если только не мотивирует. Ну, пример подобных мероприятий – это дизайн-конференция, допустим, где мы собираем дизайнеров, и показываем вам разные способы. Вы можете с ними сфотографироваться, посмотреть, послушать, пообщаться. Примеры таких мероприятий могут быть, ну, какие-нибудь выездные курсы. Вот в Италии есть Хорико, например. Там замечательные ребята приходят и рассказывают, как они делают рестораны. В Москве делают тоже многие ребята. Если интересно, спокойно найдете и увидите признаки таких курсов. Это замечательно, классно, опять же, если вы знаете, зачем идете. Если вы понимаете, что хотите послушать, посмотреть успеха, вдохновиться и получить какие-то эмоции. Это все супер. Но, к сожалению, будьте внимательны, никаких системных знаний. Как только вы видите в программе расписания несколько лекторов, несколько авторов, да, и это точно ничего не даст. Потому что дает системно следующие методики, о которых я расскажу чуть позже. Но вы узнаете о многих авторах, много разных вещей, может быть, какие-то фишки. Да, если вы можете вытащить у них дополнительные вопросы. Я вот, когда прихожу на такие лекции, я тоже хожу практически на разные занятия, которые вижу и на которые успеваю, которые мне интересно. Я всегда стараюсь у этих лекторов просто вытащить фишки. Они рассказывают о жизни, а я говорю, а вот конкретно, как вы это делаете? Вот то, что меня интересует, я прям спрашиваю, сколько стоит, как делается, какие поставщики, дайте контакты. Вот прям вытаскиваю из них максимальное количество знаний. Делайте так же, чтобы вот ваше участие в таких мероприятиях было не просто красивым фильмом, да, который вы запомните и, конечно же, который принесет вам эмоциональное удовольствие. Делайте так, чтобы еще и практические знания вытащить у этих специалистов, у этих звезд. Ну и, конечно, сфотографируйтесь, естественно, это никогда не будет хуже для вашего там личного пиара. Следующий тип курса – это результат любой ценой. Есть такие курсы, чаще всего они проходят около недели, на которые вам гарантируют какой-то результат. Это может быть там тысяча подписчиков в Инстаграм, пять клиентов, какие-то продажи. Ну, в общем, вы сайт сделаете детально. То, что касается какого-то конкретного результата, который можно пощупать. Через семь дней у вас будет что-то, чего не было у вас до этого. И то, что чаще всего вы откладывали на потом, настраивали себя, и сейчас вы это сделаете. Это чаще всего именно мотивационные тренинги. Они очень хорошо работают, если вам нужен именно этот результат, и именно на короткое плечо. Вот прямо здесь и сейчас получить. Плюсы большие в том, что вы работаете, как правило, в группе. Как правило, у вас есть какая-то движуха, то есть у вас есть цель, вы нацелены на результаты. Вы бежите к этому результату в течение недели, какой-нибудь марафон, да, когда вы бежите. Вы не можете отстать, потому что все бегут, и вы тоже хотите. Вы заряжаетесь энергией, вы мотивированы, и у вас, как правило, получается. У вас получаются тысячи подписчиков в Инстаграм, сайт, чтобы вы хотели, там, клиентов. Все, что заявляют авторы, если вы будете делать задания, чаще всего это работает. Очень редко бывают такие курсы шарлатанские. Скорее всего, если вы будете действовать последовательно и делать все задания, чаще всего у вас получат результат. То есть, если у кого-то нет результата, чаще всего они не работают. Это большой плюс. Плюс, чтобы взбодриться, начать и чтобы у вас получилось. В чем же минус, в чем проблема? Проблема в том, что такие курсы приносят неплохой доход, в принципе, организаторам и авторов, и они просто их масштабируют. Они делают их снова и снова, и снова, и снова, набирая новых людей. Вам, как специалисту, они не сильно полезны, потому что даже если вы получите какой-то результат, получите вы Инстаграм, допустим, тысячи подписчиков. Что вы будете с ними дальше делать? Действовать такими же методами, такими же способами, вы будете очень медленно расти, и, в принципе, ничего в вашей жизни не изменится. Потому что не будет системных знаний, не будет основы, не будет базы. То есть, да, вы получите результат в какое-то мгновение, но, к сожалению, вам самим будет очень сложно эти вещи повторить. Потому что у вас не будет достаточно инструментов в разных ситуациях. То есть, вы умеете делать какое-то действие по одному способу, и вас натренировали, и вы получили результат. Но сами дальше без этого же тренера, без этого курса вы не сможете дальше работать. Поэтому эти ребята это понимают. Соответственно, когда делают бесплатный такой или платный, недорогой вот этот мастер-класс на 7 дней, вы дальше идете на курс. Если вы хотите закрепить результат, говорят, что это только начало, если хотите закрепить результат, идите на курс. И дальше уже на курсе, скорее всего, вас научат в разных ситуациях, там, в течение месяца, уже более системно отработать этот навык. То есть, в принципе, это такая демоверсия. Это все окей, классно, но есть здесь большой минус, и многое не понимают люди. То есть, они идут именно вот на что-то бесплатное, либо на что-то маленькое, и думают, что вот так и должно быть. Ничего подобного, будьте внимательны, это не системные знания. С помощью таких курсов вы ничему абсолютно не научитесь. У вас будет какой-то результат, и у вас будут эмоции точно так же, но не будет результата на длинное плечо. Поэтому, либо используйте данный материал для того, чтобы пойти дальше все-таки на длинный курс, ну иначе просто зачем вам этот, просто как демоверсию. Либо не ходите на такие курсы, просто не тратите время, сразу же идите на нормальную системную программу. В чем еще минус? Минус в том, что на таких курсов очень сильно могут вкладываться авторы и ведущие именно вот в эту бесплатную часть, очень сильно. А сам курс уже по остаточному принципу сделан, потому что зарабатывают они именно на потоке лидов, на потоке клиентов. Ну, хорошо, если это не так, но просто так часто бывает, чтобы вы тоже знали, что дальше будет не так интересно, дальше вы будете работать, и дальше, ну, мотивация может немножко спасть. И вы просто не получите то, зачем шли. Почему эти курсы отлично работают? Потому что большое количество участников, тренер сильно мотивирует, он заинтересован в успехе, он заинтересован, чтобы многие люди получили результат какой-то кранкосрочный, и пошли дальше на его программу, которая уже стоит больше денег. Поэтому, вот, будьте здесь внимательно, смотрите, куда вы идете, и не ждите каких-то результатов от очень коротких программ, потому что результат будет на более длинной программе, и это тоже точно нужно понимать. На курсах, на которых вы делаете результат любой ценой, будьте готовы делать совсем некомфортные для вас упражнения. Работать в условиях ограниченного времени, ограниченного бюджета. Вас будут накачивать эмоциями, заставлять делать те вещи, которые для вас некомфортны. Это, в принципе, нормально, потому что любой рост идет через некомфорт. И вы, поддавшись всеобщему такому-то ликованию и движению вперед, будете делать эти вещи, и результат, скорее всего, у вас будет. Это прикольно, это классно. Поэтому, ну, на самом деле, это классное очень времяпровождение, да, как марафон такой. И если вам это нужно, если вам интересно, вы хотите провести время с пользой, добиться какого-то результата, то вот вам точно на такие курсы это нормально. Но еще раз хочу предупредить о том, что этот результат вы сами потом не повторите. Он непрогнозируемым в дальнейшем. Вы точно сами не сможете в дальнейшем разобраться во всей системе. И если вы хотите действительно результат, вы можете идти дальше на тот курс, который предлагают в дальнейшем, якобы системный курс, может быть, он такой и есть, дальнейшие преподаватели. Идем дальше. И четвертый тип курса — это глубокий системный курс, рассчитанный на какую-то конкретную программу обучения. Это может быть какой-то навык, которому вы обучаетесь примерно за месяц. От 21 до 30 дней вам нужно для того, чтобы выучить какую-то тему, отработать на практике и получить какие-то навыки. Эти курсы, как правило, создают профессионалы, как правило, создают технари. Делают они их достаточно системными, последовательными и интересными. Минус в том, что найти хорошие курсы достаточно сложно, потому что они их не продают. Ну, не продают так ярко и зажигательно, как это делают предыдущие ребята. Но результаты они дают гораздо более глобальный, гораздо более фундаментальный. Выглядит это примерно следующим образом. Вам выдают задания. Эти задания вы должны выполнять. Выполнять в виде домашней работы. Без действия вы просто послушаете, то ничего не будет работать. Вы по-любому должны также делать задания. Но минус здесь в том, что мотивация будет от вас. То есть вы должны хотеть. Если вы не хотите, вас никто не будет с танцами с бубнами заставлять работать. Да, будет группа, которая будет мотивировать вас каким-то образом, но в целом, если вы сами не захотите, то навык вы не получите. На такие курсы имеет смысл идти, если вы понимаете, что вы пришли обучаться не просто так, а пришли обучаться для чего-то. И вы будете обучаться детально до того, чтобы получить этот навык. Ну, например, это может быть копирайтинг, это могут быть продажи, это могут быть выступления, ораторское какое-то мастерство. Вы должны прям целый месяц быть готовы посвятить себя какой-то теме. Только тогда это будет работать. Если вы надеетесь на какие-то быстрые результаты, то это все не будет работать. Иногда бывает, что эти курсы продаются в том числе и хорошо, но так бывает редко. Чаще всего нужно смотреть на содержание, там должна быть очень замороченный какой-нибудь майндмэп, там должна быть вот куча блоков, должно быть очень-очень детально прописано все. То есть они такие как бы системные замороченные. Вы на это все смотрите и думаете, блин, как много, я не хочу это все изучать, хочу вот на быстрый результат. Вот как только чувствуете, что не хочу это все изучать и как много, и хочу на быстрый результат, значит сразу понимать, что скорее всего курс нормальный, и вопрос в том, насколько будет автор заинтересован, насколько он будет интересно рассказывать, насколько у него там системно все построено. Это можно проверить, запросив содержание, запросив блоки и посмотреть, есть ли там какая-то методика, либо это просто набор лекций, которые перечитываются из одного курса в другой. То есть должна быть методика, по-любому своя достижение результата в таком курсе, и должно быть понимание последовательности, как что идет, то есть должна быть вот эта методика расписана детально, и если она будет с обратной связью от автора, то скорее всего все нормально. В общем минус таких курсов в том, что их сложно найти, что на них надо работать, и еще один минус достаточно серьезный, но многие его не понимают, то что если вы планируете выучить какую-то тему целиком, ну допустим вы хотите организовать бизнес, развитие бизнеса, либо вы хотите выучить дизайн, либо стать программистом, то вы не можете взять по кусочкам системных курсов, из которых состоит профессия, либо вообще программа вся, из разных компаний. Вы не можете изучать, допустим, лидогенерацию для инстаграма в одной компании, у одного автора, а потом конвертацию и продажу у другого. Это не будет работать. Поэтому минусы могут заключаться в том, что вы по кусочкам нахватаетесь разных курсов у разных авторов, и никогда это не соберете в единую систему. А работает именно система. Поэтому будьте внимательны, если вот вы профессионально хотите обучиться какой-то теме, это вот ваша профессия, то, на чем вы будете специализироваться и чем вы будете зарабатывать деньги, то критически важно делать это все в одном месте. Нужно найти это место, нужно найти философию, нужно найти автора и посмотреть, есть ли там системная программа, либо школу, ну то есть смотрите как угодно, где вы эти найдете, но профессиональные навыки должны быть собраны по одной классификации у одного автора. Тогда они будут стыковаться между собой. Это критически важно. Но, тем не менее, курсы вы можете получать и проходить вот такие вот обучающие по непрофильной для вас специальности. Ну, к примеру, если я делаю дизайн, если я зарабатываю на дизайн-проектах и создаю чертежи, визуализации и общаюсь с клиентом, то я не могу пойти отдельно к одному автору на планировки, к другому на визуализацию, к третьему чертежи, к четвертому на общение с клиентом. Это все никогда не соберу. Я должен выбрать какую-то одну школу и туда идти, изучать полную профессию. Но я совершенно справедливо и спокойно могу пойти на копирайтинг. Ну, это побочная, получается, не моя профессиональная часть, это часть уже дополнительная. Я могу на копирайтинг пойти к одному автору, изучить его систему, которая мне ближе. На продаже я могу пойти к другому автору, который лучше продает. На введение, допустим, в социальных сетях я могу пройти к третьему автору. На выступление публичное могу к четвертому. Это будет хорошо, потому что узкоспециализированный автор специализирован в своих темах, и я должен идти на эти темы, которые не по моей ключевой специальности. Вот это важно, пожалуйста. Будьте здесь внимательны, ищите вот такие системные курсы, и идите на них не по вашей ключевой специальности. И последнее, пятое, это как раз системный длинный курс по вашей ключевой специальности. Если вы всерьез и надолго хотите изменить свою жизнь, если вы хотите получить некую трансформацию, а именно изменения системные и качественные происходят, не только когда вы получаете какие-то новые знания, навыки, не только когда вы делаете какие-то профессиональные вещи, а на самом деле они происходят, все изменения, когда мы меняем образ наших мыслей. И изменение мозга – это то, что ключевое должно отличать. Вот эти программы длинные, которые позволяют нам не только чему-то научиться, но и параллельно с этим изменить свой мозг. Но возьмем даже стандартное высшее образование. Если вы посмотрите по стандарту высшего образования, вы не только получаете знания о том, как быть архитектором, как быть конструктором, но и как общаться с клиентами, как самостоятельно искать информацию, как самостоятельно решать нетривиальные задачи. Вот эти два основных навыка идут всегда. То есть первый – у вас мозг развивается на высшем образовании, и второе – вы получаете навык. На долгосрочных детальных программах происходит ровно то же самое. Никто не будет говорить, что мы продаем вам трансформацию и изменения, потому что это никто не покупает, просто очень сложно в это поверить. Нам кажется, что из нашего опыта мы делаем все правильно, потому что мы сейчас находимся в той точке, в которой мы находимся. И вроде нас все устраивает, но мы хотим лучше, но не готовы менять что-то, потому что это сложно, мозгу сложно менять себя. Поэтому говорится о том, что вы получите результаты, ради которых вы идете на это обучение, вы получите счастье в жизни, вы получите больше денег, больше времени, в общем, все, что вас зажигает. Вот так эта тема продается. Но по факту там идет внутри любой долгосрочной программы, идет последовательность действий по определенной методике, которая постепенно, детально, через выполнение упражнений трансформирует ваш мозг для того, чтобы вы получали новый результат. То есть, по сути, в любом случае, это личная эффективность и изменение нашего мышления, наложенное на какую-то конкретную тему, по которой вы идете, и через эти упражнения вы меняете свой мозг. Вот такие программы, долгосрочные, детальные, они наиболее эффективны. Да, они долгие, там нет танцев с пляской, они стоят достаточно дорого, но именно такие программы могут серьезно помочь вам достичь результата, ради которого вы идете и ради которого вы хотите действовать, жить, работать и существовать. Целью этого видео было рассказать о том, какие программы обучения бывают и какие программы обучения, ну, лично я бы выбрал, и какие рекомендую в том числе выбирать вам. Я привел все аргументы, а дальше уже смотрите, какие у вас желания, какие у вас нормативы. Выбирайте самостоятельно и выбирайте осознанно. Ну и поделитесь, конечно же, в комментариях, проходили ли вы какие-то уже курсы, ходите вы вообще на обучение, платите вы за обучение, инвестируете в себя или нет. Какие у вас результаты, на каких курсах вы были, на эмоциональных, может быть, на интенсиве, на марафоне, получилось ли что-то потом внедрить, удалось ли что-то сделать, допустим, после дизайн-конференции, если кто-то был. Кто-то, может быть, посещает или изучал годовую большую программу, не обязательно в нашей школе, где бы то ни было, в любой. Напишите о своем опыте, правильно ли я рассказал в своей классификации, может быть, у вас есть какие-то собственные выводы. Другим людям это будет, я думаю, полезно. Ставьте лайк, ставьте колокольчик, поделитесь этим видео с друзьями, пишите комментарии и увидимся в следующем видео. С вами был Станислав Орехов, до связи.